Доброго здоровьица! Я с вами щедро делюсь всем тем, что я узнал, что я пробовал на себе, что работает, и вы благодарно откликаетесь. Это хорошо. То есть вы почувствовали, что на моем канале, и я не просто там, как обо мне отзываются в интернете, а чувствуете, что здесь действительно можно узнать нечто полезное для самого себя. И вот я зачитаю письмо, такое выступление было, и по ходу его я буду давать и делать свои комментарии. Так, Петрович, спасибо за подробный ответ в виде почты. Поняла, буду применять ваши рекомендации. Кашу ем из цельного зерна в теплом виде с маслом. Также ем суп-пюре из гороха, фасоли, чечевицы. После такой пищи чувствую себя лучше. То есть, когда у человека перевозбужден жизненный принцип ветра, сухости, холод. Понимаете? Лучше всего это уравновешивается такой жидкой, масляничной, вяжущего вкуса пищи. И человек сразу же себя чувствует лучше, как только сухость и холод уменьшаются. Ну, дальше я поговорю, почему не сразу все это происходит. Думаю, также теплые ванны с магнием для расслабления. Никакого магния не надо добавлять. Магнии вы будете тереть. Откуда вы будете брать этот магний? Простая, обычная, теплая вода будет расслаблять лучше всего. Так, почти каждый день. Сейчас добавляю смазывание оливковым маслом. Оливковое масло еще лучше будет устранять сухость из организма. И быстро приводить то, что было выведено из равновесия в норму. Ваше видео об индивидуальной конституции смотрела. И в вашей книге об индивидуальной конституции читала. У меня есть все ваши пять томов целительных сил. Значит, у меня четыре тома целительных сил. Это издатели взяли и вставили пятый. Пятый влепили ни туда, ни сюда. Несмотря на мои протесты. И другие ваши книги. У меня всегда была конституция слизи желчи. А после перехода на сыроедение, я потеряла вес и переразбудился ветер. Но я этого не понимала и продолжала сыроедить. То есть, смотрите, когда конституция слизи желчи, то человек вроде как поправился. Он разъедается. И когда начинают применять вот эти все средства, в данном случае сыроедение, они подсушивают организм и действительно способствуют тому, что все приходит в норму. Но вот момент вхождения в норму и дальше его поддержание надо почувствовать, уловить и дальше не перегибать палку. Потому что людям кажется, раз это на меня действовало, смотрите, я вот имела какие-то проблемы одни со здоровьем. А теперь, когда я начал это применять, у меня все улучшилось, как хорошо. И дальше, думаю, я буду это все применять. Подсушивание организма и охлаждение. А оказывается, палочка начинает перегибаться в другую сторону. И возникают такие проблемы, которых раньше у вас не было. А теперь вот самое интересное. Для полноты картины напишу подробнее о своей ситуации. Сначала у меня было много стрессов на работе и в семье. Много проблем свалилось сразу. А вот о том, как работать со стрессами, то есть с эмоциональными потрясениями, я начал вам рассказывать. Но этот еще пласт знаний целиком и полностью еще не изложен, как с этой проблемой работы. Для себя же я довольно-таки хорошо это все проработал. И если человек не чувствует довольства своей жизнью, а все что-то у него происходит, то в семье, то там, то на работе, то еще что-нибудь, то есть сознание неспокойно, значит, эта проблема у него первоочередная. И, естественно, она дальше работает по своей заданной программе, перевозбуждая ветер со всеми вытекающими последствиями. Свалилась сразу. И так как я перфекционистка, не знаю, что это такое, старалась все делать идеально. Принимала все близко к сердцу. Переживала. Чем загнала себя в жуткий стресс. Я перестала спать до сих пор. Сплю на таблетках. Смотрите. Опять-таки, вот теперь вот эти переживания в жуткий стресс человек сам загнал. То есть, вот тут прослеживается то, что я вижу основное. Не ситуация загоняет человека в стресс. Не ситуация вызывает переживания. А ваше отношение к этой ситуации вызывает у вас волнение. Эмоция. Эмоция, слово, значит, волновать. Вот. И вы в результате этого отношения можете загнать себя в жуткий стресс. В результате перестанете спать. Так, до сих пор сплю на таблетках. А, собственно говоря, что таблетки, они как-то снимают ваше волнение. Вот вы, допустим, волнуетесь по поводу кредита, который надо отдать. И что вот эти вот таблетки у вас, они как-то это снимут это волнение. Либо же вам надо подумать, как заплатить кредит, как с этим делом разобраться, а не волноваться и не принимать. Понимаете, любая ситуация требует от нас действия разумного, целенаправленного действия. Тогда никаких волнений у вас не будет. Панические атаки. Панические атаки. Из чего они там идут? Панические атаки. Что вы боитесь? И тут я узнал о сыроедении. И сразу перешла довольно резко. Хотя я уже была 23 года вегетарианка на тот момент. Я думала, что на сыроедении я решу все проблемы. Я тоже думал, что с 40-суточным голоданием я решу все свои проблемы. Это все происходит от наивности, от непонимания, что проблемы и вегетарианство, проблемы и голодание, проблемы и сыроедение. Проблемы, есть проблемы, а сыроедение, вегетарианство это нечто иное. Кстати, и здоровье это тоже совершенно иное, которое ни голодом, ни вегетарианством особо, как бы сказать, не восстановишь. Это должна быть совокупность действий, которые в первую очередь ваше мышление приведут в норму. Далее, никто за вас не будет ходить, вы должны это делать сами. Никто за вас не будет выполнять распорядок дня, это вы должны будете делать сами. А вы только думаете, как я, голоданием, либо сыроедением решить весь этот пласт проблем. В результате ничего вы не решаете, но проблемы с бессовицей, нервами не ушли. Естественно, человек не знает, как относиться к данной ситуации. То есть мы эти проблемы еще, я так их более подробно особо не излагал, хотя уже многое было сказано. Над проблемами надо работать. Сознанием надо работать. Сильно упал вес, добавляет сыроедение, подсушивает организм, сильно упал вес. И от этого меняются многие характеристики здоровья, от этого меняется физиология. Хотя кишечник работал неплохо, и были некоторые улучшения в здоровье. И были некоторые улучшения в здоровье. Силы не прибавилось. Правильно, оздоровление всегда дает силы. Это верные показатели, что вы находитесь на пути оздоровления. После 4,5 лет сыроедения, в сентябре, 18 года, сентябрь, холод настает. То есть он, как бы сказать, действовал, действовал. Вообще, человеческий организм это довольно-таки мощная система, которую трудно вывести, но тем не менее можно ее вывести. И прежде всего ее не столько питанием выведешь, как именно вот этим вот разбалансированным мышлением, проблемным мышлением. Вот чем она выводится. А дальше она уже добивается питанием. И значит, в сентябре 18 года, когда начинает холодать, то есть все факторы, знаете, усиливается возбуждающий ветер, я почувствовал резкий упадок сил, мой вес стал стремительно снижаться. Потом начались мурашки в ногах и руках, которые быстро распространяются по своему телу. То есть уже все, знаете, бумаги, те циркуляторные процессы, которые мы в теле практически не ощущаем. То есть мы не ощущаем, как сердце бьется. Вот я сижу, я не ощущаю. Я не ощущаю, как кровь по сосудам бьет. Я не ощущаю, да? Я не ощущаю, как там мышцы сокращаются на руках, ногах. То есть это естественное свое сокращение. Этого нету. Но, когда ветер в норме, когда все это усиливается, мы начинаем все это слышать. И звон в ушах, и сердечные толчки, и пульс сердца, и вот эти вот мышечные сокращения. Все. И возникают, к тому же, еще спазмы. Так. Начало трясти руки. Вот, вот. Тремер возникает. От чего? От того, что чрезмерно много в организме стало движения. И это движение начало колотить тело. Головокружение. Появились ужасные боли во всем теле, мышцах, костях. Вся кожа стала гореть. Это признак. От сухости она горит. Я сам знаю, когда я голодал зимой, обливался холодной водой и так далее, кожа у меня горела, понимаете, горела. И боли типа спазма по всему телу. Вот. Все так, как есть. Боли не проходили даже ночью. Я не понимал, что со мной происходит. И человек и не понимает. Вот это вот, будем говорить, старая, древняя наука об индивидуальной конституции, она забыта. А в ней уже никто не говорит. Там только вот о конституционных типах говорит сангвиник, холерик, флегматик. Так, толком это ничего не говорит. Ну и что, что там какой-то там сангвиник, флегматик. Один там больше, другой там меньше разговорик, где-то там спит. Это ни о чем не говорит. Нету такой детальной проработки, которая была. Она уже забыта. И никто о ней не вспоминает. Я не понимал, что со мной происходит. А вот сейчас понимаем. Пробовала голодать двое суток. Еще хуже. Голод усиливает сухость в организме. Делать клизмы с уриной. Клизмы еще хуже. Но она тут пишет, что нет никакого эффекта на самом деле. Это еще более усиливает и углубляет этот процесс. Она его засталбливает в организме, что его потом трудно будет сдвинуть. Сейчас понимаю, что делала все то, что нельзя. О, теперь, внимание, обошла всех врачей. Больницы, скорые, все анализы в норме, только показатели крови и гемоглобин немного понижены. Врачи ничего не нашли. На этом пока остановимся, что врачи ничего не нашли. Это, будем говорить, уровень совершенно иного расстройства, который стоит за, вернее, стоит перед тем, как начнут проявляться какие-то уже действительно болезни. Он стоит перед ними. И потом уже проявляются они. То есть это первопричины, которые стоят. Первопричина началась с того, что человек начал искать выход из какой-то своей сложной ситуации по работе, в семье, в обществе и так далее. Видите, откуда это все? То есть оно началось с, и я это часто говорю, с неправильного мировоззрения. А что врачи? Ну, врачи в этом деле, они совершенно в иной какой-то области работают. И, как показывает практика, эта область совершенно, знаете, по идее вроде бы она должна влиять на здоровье, как-то там что-то улучшать, но на самом деле она на нее вообще никак не влияет. И как эта проблема была, так она и пошла. Итак, врачи ничего не нашли, но прописали кучу таблеток от боли, ничего не помогало. Плюс добавилось еще, надо же таблетки выводить. То есть вот тут, когда мы говорим, вот кто-то ученый, кто-то не ученый, сделайте сами для себя вывод, кто ученый, а кто не ученый. Я обратилась к врачу, натуропату, сыроеду. Она сказала, что мне надо очищать организм. Я заплатил ей огромные деньги за травы на стойке, пила пару месяцев, а мне только хуже, и вес стремительно падает. Так вот эти, как раз, не понимая сути происходящего, вот эти все травы, они не только, то есть, если с помощью травмы очищаемся, то травы должны ускорить различные процессы в организме, чтобы все это выводилось. Естественно, они ускоряют движение, вызывая сухость. В результате непонимание этой ситуации приводит к тому, что она еще более усугубляется. И становится только хуже, и вес стремительно падает. Да, можно сказать, вас могут угробить по науке. По науке натуропатии, по науке аллопатии, и так далее. Тогда я бросила пить все травы, я стала есть вареную пищу, но продолжала терять вес. В январе этого года мой вес был 44 килограмма, при росте 157. Была похожа на скелет, уже начала разрушаться психика. Видите? Нелешенные психические проблемы порождают проблемы с телесной физиологией, которые со своей стороны уже начинают доканывать ту же психику. Я буквально не могла подняться с дивана, по нескольку дней не выходила на улицу, живу одна. Видите, что может произойти? Я уже так не бросаюсь такими фразами. А где вы об этом в интернете можете найти, почитать? Вообще-то мне было бы очень интересно, если бы вы написали, что вот нечто подобное есть та-там, та-там, та-там-та. В основном идут какие-то научные там открытия, что-то нового, что-то еще, а вот, а вот, а вот, а вот. А на самом деле получается большой кукиш всего этого, что там изложено. Там тоже надо иметь голову, чтобы все это там как-то выудить и применить для себя. Сейчас вес 52 кг. Слава Богу, я нашла ваш канал, стала перечитывать ваши книги и поняла, что меня перевозбудился ветер, изменила питание, стала ходить на иглоукалывание, что мне здорово помогло. После нескольких недель боли стали уменьшаться. Сейчас, через пару месяцев, уже терпимо. Теперь, ну и что? Вот, разберем, что такое иглоукалывание. Я для себя это все, так сказать, тоже в свое время разбирал. И иглоукалывание способствует тому, что выравнивает разные энергетические потоки. Ну и что? Одно, что это выравнивает, будем говорить, если они нарушились. Но тут произошло тотальное изменение энергетики организма. Понимаете? ТОТАЛЬНОЕ. И вот, допустим, ну даже так уж, что-то выравнивается. Человек прошел сеанс, почувствовал облегчение и в обычную жизнь вступает. В который его ждет сыроедение, в который его ждут нерешенные проблемы, в котором его ждет, значит, неправильная философия, мировоззрение. И все так же продолжается. Опять идти к иглоотерапевту, чтобы он тебя там что-то там пытался выровнять. Вы понимаете? О чем я говорю? Уменьшилось. Сейчас, значит, уже терпим. В то критическое время мне было не до зубов, а позже, как глянуло, а уже сейчас прикладываю все усилия, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. До этого мы говорили как раз о зубах. Еще хотел бы вас спросить, можно ли мне сейчас есть сухофрукты и морские водоросли? Сухофрукты, тока, размоченные и в теплом виде, а лучше всего кисели. Запомните, в таком, когда сильно возбужден ветер, сухость и холод в организме, пьются теплые кисели. Морские водоросли, значит, тоже морские водоросли, если они в виде какого-то, какой-то такой консистенции и в теплом виде. Мне посоветовали чистить зубы смесью морской соли, соды, плюс немного каенского перца, что я и делаю, делаю пару недель. Как на это смотрите? Да толку мало будет. Должно нормализоваться весь организм, а не то, что мы сейчас пытаемся что-то там с зубами сделать. То есть зубы как следствие общего разрушения организма от сухости и холода произошли. Поэтому, когда мы все это будем возвращать, нормализуется и состояние зубов. Ну, насколько оно осталось. Много лет у меня болели и кровоточили десна, что я только не делал, травы, полоскания, пропулис, ничего не помогало. Сейчас обнаружилось, что десна не кровоточат и не болят, наверное, потому что истощились. А я думаю, потому что вы начали хотя бы эти рекомендации делать. И если рекомендовано правильно, они буквально таки с одного раза человек чувствует облегчение, начинает помогать. Благодарю, что универили мне столько вашего времени. Напишу результат через 3-5 дней. Ладно, ждем. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok